Когда на улице дубарь? А это верно ведь, январь. Ты лучше дома посиди, чайок попей, смотри в окошко, Голодных птичек покорми и обылом чуть погрусти. А там весна, и все растает, и лето жаркое придет, Свои проблемы принесет. Уж коли январь такой случился, В июле сморит всех жара. Купаться будем до утра И тело покрывать загаром. Потом дожди, ты их немножко подожди, И снова холода полюбишь. В оконце на мороз глядя, Чаек душистый разливая, А жизни бренной рассуждая, Что хорошо и в жар, и в холод Здоровье крепко иметь, А остальное просто медь, Ее не стоит и иметь. Своё здоровье тратя даром, Так будем жить и процветать, И строки о любви писать, И посылать их прямо в сердце, Готовая сие принять, И от восторга засиять. Водолеи 21 января, 19 февраля. В этот период проявите Заботу о голенях, коленостопных суставах и системе кровообращения. 21 января, день Емелиана. Емелиан, епископ, Казический пострадал за почитание икон в 815 году. Это было при императоре Льве Армянине. Вместе с другими епископами он был вызван во дворец, Где потребовали отказаться от почитания святых икон. Святитель Емелиан первый отвечал императору, Что подобный вопрос может обсуждаться и решаться Лишь духовными лицами, а не в царском дворце. Был сослан в заточение за православную веру, Где скончался как исповедник. Этот день в народе называли День Емелиана Зимнего. Праздники закончились, начинаются трудовые будни. Но сегодня до полудня не работали, Все дела переносили на вечер. А так как на Емельяна чествовали крестников и крестных, То кумовья ходили друг к другу в гости, Приносили подарки и устраивали праздничные обеды, Чтобы дети росли здоровыми и счастливыми. А за столом рассказывали интересные истории. Отсюда пошла поговорка «Мили Емеля, твоя неделя». Кумовья в свою очередь также одаривали своих крестников, Приносили полотенце и мыло, Чтобы ребенок рос красивым, был чист лицом. И если помыть крестника таким мылом, Это поможет защититься от сглаза и болезней. И вообще в связи с памятью святого Емельяна, Емельяна Зимнего, В народе существовала масса пословиц и поговорок. Емельян, божьим светом осиян, Емельян, накрути буран, Приметы, какова погода на Емельяна, Такая погода в августе. Сегодня следили за ветром, Если ветер дует с юга, Летом будет много роз, Если с севера, лето будет холодным, Безветренная погода, лето будет знойным, Идет снег к дождям, Если на Емельяна метет метель, Не отправлялись в путь. В юго сегодня особенно опасно, Окна в доме запотели к оттепели. Если сегодня человек заболел, Поправится быстро. Угощать кума с кумой, Дарить здоровье детям, Которых они крестили. Тем, кто женится по расчету, Сегодня рекомендовали хорошенько напиться, Чтобы потом лучше ладить с супругой, Которая ему не мила. Козьма Прутков говорил, Зрив корень, Сегодняшнюю программу Я посвящаю полезным корням. В меню у нас сегодня Корень петрушки, Видите, какой он корень петрушки. Корень сельдерея еще больше, А также репа. А в гостях у нас Таня варит. Здравствуйте. Здравствуйте, Игорь Петрович. Я вам скажу... Таня это больше ягодка, Это я как корешок. Ну вот я вам как ягодка скажу, Что конечно сельдерей, Это то, что встречается у меня В домашнем меню. Про репу я слышала, Но я думаю, Любой человек, Знающий сказки, Имеющий, Ну хоть кого-нибудь из детства, Да, Кто читал эти сказки, Конечно помнит про эту репу, Которую мы тянем-потянем, Мы тянуть не можем. А вот про корень петрушки, Я слышу впервые от вас. Хотя, в общем-то, Наверное, Это логично, Что у петрушки есть корень. Да. Но для меня это новость. Новость. Оказывается, Мы действительно все привыкли к тому, Что петрушка есть у нас листовая. Да. Но откуда она растет? А растет она с корня. Она как морковка получилась. Да, Это можно еще назвать, Ее вообще называют белым корнем, И в отличии от морковки, Вот она вот, Просто на густобеле. А знаете, Я еще обращала внимание, Дайте я посмотрю, Что у вас тут с петрушкой. Ага. Вот типичная зелень, Да? То есть стебель, И все. И он отрезан. А я иногда на рынке покупаю С таким маленьким корешочком. И когда мы сказали, Что у нас в меню полень петрушки, Я подумала, Что это вот такой маленький корешочек, Который я иногда вижу на рынках. Дело в том, Что когда сажают петрушку семенами, Она действительно начинает прорастать. Еще есть и семена петрушки, Они, кстати, тоже очень полезны, Что вы понимаете. То этот маленький корешок, Укореняясь, Вырастает вот таким вот здоровым корнем. Слушайте, а очень пахучий. Пахучий, да. Давайте чуть-чуть отрежем. И услышим, какие там у нас эфирные масла. Яркие они. Потому что сельдерей, конечно, очень яркий. Кстати, вкус его сладковатый. Много различных эфирных масел. За счет чего он оказывает свое специфическое действие. У сельдерея тоже целый. Они похожи. Они похожи. Они похожи. Они похожи. Они похожи, действительно. По-потоньше, что ли. Вот этот сельдерей, он как будто бы поэлегантнее. А у петрушки аромат похож на сельдерея, Но более такой брутальный, более мужской. Но они внешне, в общем-то, встречаются. И теперь, когда мы говорим о сельдерее и петрушке, В белом корне важно отметить следующее, Что корень петрушки, вообще петрушка, это очень сильное растение. Поэтому в большом количестве ее использовать ни в коем случае не надо. Особенно беременным женщинам возможен выкидыш, срыв. Поэтому петрушечку едят в меру, добавляя там супы, Хорошо используя ее так же, как приправу к различным блюдам, Особенно к мистелам, когда смягчает их, делает их более вкусными. И важное свойство заключается в том, Что, как в петрушке, в зелени. Кстати, вот в зелени она зеленая. Значит, здесь больше хлорофила. Из хлорофила у нас вырабатывается, но формируется. А здесь, естественно, хлорофила у нас мало, Зато много солей. Калия, кальция, магния, фосфор, железо, каротина, витаминов там С, П и прочее, прочее, прочее. Да, даже есть витамин В1, В2. Так вот, важно отметить следующее, Что, в основном, много солей калия. Калий, что делает у нас? Я вам сейчас отвечу. Биологический активный калий. Калий, по-моему, влияет на работу сердца. Калий влияет и на работу сердца, и влияет на работу почек, И он активно гонит из организма в воду. То есть, петрушка является прекрасным, мочеводным, естественным средством, Которое можно применять для отеков, для очищения. Так, получается, вот утром встали, отекшие. Да. Колень петрушки съели. Крешочек петрушки, действительно, мы с вами можем просто-напросто, Или натереть на терочке. А я вот сейчас вот отрезала петрушку, да? И хочу попробовать. Попробуй, посмотрим. Я все сравниваю с известным мне сельдереем. Сельдерей более острый, как оказалось. А этот сладковатый. А вот еще вопрос. Кора. Есть ее с корой или не есть? Какого ее? Его. И напоминает чем-то морковку. Да, но более ароматная. Более ароматная. Да, она как-то с духами какими-то, с морзунами. Ну, действительно, в петрушке есть еще вот это, тут как раз верхний слон. Да. Вот если мы его берем. Вот это как раз кора. Кора. Что в коре у нас? А здесь как раз белая мякоть. Угу. Как правило, что у нас содержится в коре? Так как петрушка, смотрите, погружена в землю, соприкасается с землей. А в земле мы знаем, там, как говорят, и различные микробы, и различные... Да, товарищи, которые нам совсем не товарищи. Да, и эти все товарищи, что они норовят сделать? Они норовят любое, что попадает в землю съесть. Вот. И петрушка вот этим вот запахом, оказывается, она отбивает, она защищается от грибков, от бактерий. И особенная мощная защита оказывается... В коре. В коре, да. И в коре больше всего микроэлементов, потому что в мякоти их гораздо меньше. Поэтому, если вы хотите иметь мощный мочевонный эффект, кстати, петрушка за счет своих эфирных массов, и способствует тому, что дробит все в организме. Камушки, песочек. Разные камушки, песочек, особенно, когда она, говорит, в кровь всасывается, идет промывается через почки, значит, вот эта вот ароматная жидкость, то бишь кровь, начинает делать свое дело. Своим ароматом дробит разные отложения песочек. Будьте совметы! Будьтейтесь, дорогой перемычный мастер-гонка! Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...